В День памяти великомученика Георгия Победоносца и в преддверии Дня Победы в столичный храм Живоначальной Троицы на Патриаршем Подворье в Свиблова были приглашены особые гости. Разделить пасхальную радость и встретить престольный праздник приехали участники клубов молодых инвалидов Северо-Западного округа Москвы. Молодежное объединение храма Живоначальной Троицы на Патриаршем Подворье в Свиблова плотно сотрудничает с клубами молодых инвалидов. Найдены точки соприкосновения по многим вопросам и рассматриваются варианты их занятости в общественной жизни прихода. А сегодня всех объединил светлый праздник Пасхи, сопобеждающий мотив Христового Воскресения, наполнил радостью сердца людей. Нам очень хочется поздравить инвалидов, молодых людей, которые имеют физические недостатки, которые живут на территории нашего округа и которые мы с ними знакомы, общаемся, которые очень интересные люди. И вот этот праздник Светлого Христового Воскресения нам очень хотелось им тоже попробовать преподнести, преподать через эту сегодняшнюю встречу общение, концерт, который сейчас мы увидим, и те подарки, и тот чай, который мы организовываем, с тем, чтобы люди тоже почувствовали бы мотив вот этого Светлого Дня Христового Воскресения, который, в общем-то, изменил мир. В праздничном выступлении мужского хора «Храма Живоначальной Троицы» серебряного призера 6-й Всемирной Хоровой Олимпиады в городе Шаосинь, Китай, композиции, исполняемые на божественной литургии, а также песни военных лет и так полюбившиеся зрителям народные песни. День памяти великомученика Георгия Победоносца, особенный для храма Живоначальной Троицы в Свиблова, левый предел которого освящен в честь этого святого. А несколько недель назад, по благословению святейшего патриарха, приход смог приобрести частицу мощей Георгия Победоносца, и теперь святыня находится здесь на постоянном хранении. С Днем Святого Покровителя Москвы связана и дата окончания Великой Отечественной войны, поэтому тема Победы мощно прозвучала в праздничном концерте. Ну это, конечно, потрясающее событие, здесь очень хороший концерт, очень хорошие исполнители, потрясающие голоса, нам здесь очень нравится, мы просто не ожидали такого мощного концерта. Нам очень понравилось, потому что теплая такая атмосфера, и тут энергия такая, что хочется здесь находиться, и наши ребята, ну вот я сейчас пообщался, уже концерт заканчивается, они все такие довольные, воодушевленные, и самое главное, что вот тут же духовность, и вот эта духовность, которая пропитывает все наше тело, сознание, оно очень ценно, особенно для инвалидов, потому что, ну как бы у нас есть там свои особенности, и нам надо немножко, ну, сил для того, чтобы действовать, творить, и вот все очень здорово, концерт суперский. После концерта всежелающие смогли приложиться к освященной в Турине копии плащаницы, которую храм живоначальной Троицы получил в дар от одного из монастырей Западной Церкви. Святыня сделана из идентичного материала и повторяет размеры уникальной туринской плащаницы нашего Господа и Спасителя. Это не только экспонат исторический, но это святыня, потому что она освящена на плащанице настоящей, и наши верующие к ней прикладываются. Нам хотелось сегодня после всей программы те, кто будут иметь желание им ее представить, перед ней помолиться и показать, и немножечко рассказать. И около нее, этой плащаницы, имеются исторические и научные материалы, которые на протяжении двух тысячелетий многие люди исследовали и фиксировали ее подлинность. Они также сопровождают эту экспозицию. С возрождением православных традиций в нашей стране Церковь сегодня имеет возможность в полной мере осуществлять социальную миссию, выйдя за пределы храмов, участвовать в жизни общества, которое так нуждается в духовной поддержке. Храм становится объединяющим началом в обществе и открывает тайны своей внутренней жизни для тех, кто находится только в начале духовного пути к храму, и помогает им найти эту дорогу.